Журнал Автодела тестирует премиальный гибридный кроссовер серии с Aita M5. Нет такого автолюбителя, который бы не присматривался к новинкам. Буквально пару лет назад все бредили электромобилями и думали, как бы им обзавестись. Были жаркие споры между теми, кто ратовал за зеленую колесницу, в кавычках, и теми, кто говорил, что для нашего климата она не подходит. Каждый из них приводил свои положительные и отрицательные примеры. Мне же кажется, что этот спор навсегда примеряют гибридные приводы. Они сочетают в себе плюсы обоих движителей, особенно если это прямой гибрид. Такой, как используется в автомобилях марки Series. В прямом гибриде ДВС работает только на подзарядку аккумуляторной батареи, а колеса крутят исключительно электродвигатели. Это обеспечивает отменную экономичность, когда автомобиль может проехать на одной заправке топливом 1200 км и высокую приемистость с разгоном до 100 км в час всего за 4,6 секунды. Именно таким автомобилем является новый современный компактный кроссовер Series M5. Сейчас мы расскажем о трес-драйве этой машины, который прошел в подмосковной Балашхе на полигоне Федеральной службы охраны. Для того, чтобы рассказать о преимуществах новых автомобилей, не только рассказать, а наглядно показать, была создана Академия интеллектуального вождения Series AITA. Ее задача – дать водителю оценить, как управляется и как едет новый автомобиль. Когда группа журналистов прибыла на полигон, перед нами предстал ряд из 12 автомобилей, половина из которых была Series AITA M5, а половина – Series AITA M7. Каждому из них предстояло показать себя в особых упражнениях, которые нужно было выполнить не просто на асфальтной площадке, а в условиях, приближенных к гололеду, который создавался за счет специального покрытия полигона и разбрызгивания на его поверхности воды. Герое нашего обзора Series AITA M5 предстояло показать себя в упражнении скоростная змейка, а также в движении в коридоре, быстром перестроении и ускорении. Сначала несколько слов скажем о самом автомобиле, хотя о нем можно говорить долго. Под капотом у Series AITA M5 располагается бензиновый полуторалитровый двигатель со скромной мощностью всего 102 л.с. При этом он никак не связан с колесами, а подключен к генератору. А вот тяговая мощность электродвигатель, который приводит машину в движение, уже совсем иная и равна 487 л.с. с крутящим моментом 675 ньютон на метр. При этом снаряженная масса машины очень солидна и превышает 2 тонны, если быть точным, 2,335 кг. Но та легкость, с которой машина разгоняется и управляется, не может не впечатлять. У машины передняя независимая подвеска со своим двигателем и задняя многорычажная независимая подвеска. Но что наиболее важно для нашего теста, это большое количество систем активной безопасности, которые контролируют движение и управляемость машины. На презентации по автомобилю нам сказали, что в нем используют целых 38 систем безопасности. Но судя по сайту, в это количество входят такие системы, как минимизация риска аллергии, которая на поведение на дороге никак не влияет. Зато есть система курсовой устойчивости, система ABS ESP последнего поколения, система распределения момента по осям, система коррекции рулевого усилия и еще много другого, что как раз должно проявить себя на полигоне. Перед водителем было простое задание – проехать змейкой на мокрой дороге, так, чтобы не сбить конусы. Затем автомобиль разворачивался и нужно было максимально ускориться на коротком участке, а потом затормозить и перестроиться из одной полосы в другую. Это уже происходило на сухом асфальтном покрытии, но с ограниченным габаритом. Тест. Ускорение проходило с места, и машина уходила со старта с пробуксовкой. Лишь стоило нажать на педаль газа. Скорость прохождения змейки с каждой испытуемой старалась увеличить при проезде, и тут важным параметром было не раскачивать автомобиль. Нужно было прижать его к конусу максимально близко и пройти от него на минимальном расстоянии, не сбив при этом. Тогда поперечные колебания машины будут минимальны, она не теряла управляемость и скорость. Скорость проезда змейки колебалась от 40 до 70 км в час, в зависимости от водительских навыков пилота. Но что удивительно, ни один из 20 испытуемых не сорвал машину в занос. Конечно, неопытных водителей среди них не было, но каждый из них старался сделать упражнения как можно быстрее. И то, что машина не срывалась на скользкой дороге, это заслуга систем контроля движения автомобиля. При этом хочется отметить высокую жесткость кузова. Кроссовер серии АИТ М5 подвергался сильным боковым ускорениям, но двигался как единое целое. Это результат использования высокопрочных стали для изготовления несущего каркаса автомобиля, а также высокоточной роботизированной сварки при его производстве. На сухом асфальте несколько раз стоило нажать на педаль газа и испытать давление сидения на спину такое, чтобы почувствовать в себе все киловатты, запасенные в аккумуляторе и выдаваемые двумя электродвигателями. Без специального измерительного комплекса трудно сказать, какое было ускорение, но на выделенном участке нам удавалось разгоняться до 90 км в час. При этом оттормаживаться приходилось под шум работы антиблокировочной системы. Во время перестроения на небольшой скорости происходит автоматическое включение обзорных камер, которые позволяют контролировать движение автомобиля в суженном пространстве. Причем камера автоматически подстраивается под движение руля. Выводы. Во время тест-драйва на полигоне серии САИТ М5 показал превосходное руление, удержание автомобиля на скользкой дороге и динамику. Современный, мощный автомобиль, который доставляет удовольствие от вождения и способен выручить водителя в экстренной ситуации за счет собственных систем безопасности. В нашем обзоре не затронуты темы дизайна и удобства автомобиля, но они на высоте и смогут удовлетворить самого требователя пользователя. Отметим, что летом 2024 года серия САИТа устраивает рот-шоу по России для знакомства автолюбителей с возможностями машины. Так что всех приглашаем самостоятельно опробовать гибрид серии САИТа М5. Поверьте, это того стоит.